Действительно, куда уедешь от медведей. Металлы, обнаженные девушки, работница одного из белорусских заводов, разделись ради прибыли родного предприятия. Фотостраниц календаря, а фотосъемка в стиле Ню велась именно для него, попали в социальные сети. Скандал на всю страну оказался, как и ожидалось, успешной рекламой. Наш корреспондент Павел Питько побывал в цехах и познакомился с лучшими девушками белорусского металлургического. Кладовщица Наталья Митрохович на предприятии человек незаменимый. Следит, чтобы товар отгружали вовремя и без брака. Позировать перед камерой нашей съемочной группы стесняется. А вот уже на этом фото ни тени смущения. Здесь она звезда глянцевого календаря, девушка с обложки и совсем без одежды. Решила попробовать себя в новой роли, поработать со специалистами, с визажистами профессиональными, фотографами. Этот календарь за несколько дней стал хитом в интернете. Больше 20 тысяч скачиваний, причем на фото, вовсе не модели, а простые работницы одного из белорусских предприятий. Вот, например, воспитатель, инженер и лаборант. Таким способом одно из крупнейших предприятий страны, белорусский металлургический завод, решила показать свою открытость. И выпустила корпоративный календарь с элементами эротики. Мол, красота может быть даже на таком суровом производстве. Соединить огонь и прекрасное, мягкое, родное, будем так говорить. Ну, красоту женщины и красоту металла. И это, наверное, вот основная идея. На заводе переплавляют металлолом и выпускают трубы, металлокорд, арматуру. Большая часть продукции представлена и на календаре. Специальными проекциями, которые ложатся на женское тело. На фоне девушек, цеха предприятия. В Беларуси календарь с обнаженными заводчанками восприняли неоднозначно. В интернете десятки негативных отзывов. Мол, не к лицу это для простых белорусских женщин сниматься в таком виде. Говорят, и другое. Может, девушек заставили раздеться? Авторы проекта уверяют, что работниц не только никто не заставлял, но и более того, попасть на страницы календаря было непросто. Желающих сфотографироваться оказалось столько, что организаторам пришлось устроить кастинг. Из 30 претенденток выбрали только 10. В течение дня, в течение фотосессии, в течение одного дня девушка раскрепощалась и становилась фотомоделью. Там многие фотографии, которые не вошли в календарь, они тоже очень прекрасны. Выбирали из множества лучшие, я вам так скажу. Потому что было из чего выбирать. Девушки очень хорошо справились со своей работой. Татьяна Рабинович весь рабочий день проводит в этой небольшой комнате. Оформляет документы, следит за тем, чтобы техника, а именно вагона с металлом, не простаивала. Говорит, что решение сняться в календаре приняла не сразу. Посоветовалась с друзьями, родственниками. Им понравилось. А в остальном, сколько людей, столько мнений. Идея шикарная. Для Жлобина, конечно, это для Беларуси еще странновато, страшно было. Но в мире это давно используется. Поэтому почему бы не попробовать проверить себя, способен ли ты на такое или нет. На самом предприятии девушками гордятся. О них теперь говорит вся страна. Восхищаются сотрудницами завода и коллеги. На фоне наших красивых девушек наш металл стал еще лучше. Начальство и зарубежные партнеры. Материалы о календаре появились на английских сайтах. В частности, интересуются о календаре из британских информационных агентств, с российских информационных агентств. Для нас это очень важно. Это внимание и то, что нашу марку будут знать еще лучше. Потому что основная часть продукции, как я уже сказал, уходит на экспорт. Сейчас мы находимся в музее Белорусского металлургического завода. Здесь собраны все награды и кубки предприятия. Первый номер заводской газеты. Но, возможно, уже скоро здесь появится еще один экспонат. Пока нашумевший календарь доступен только в электронном виде. Официальная презентация и его глянцевые версии ожидается в конце года. На предприятии шутят. Повесить такой календарь обязательно нужно в каждом цеху. Тогда план белорусской металлурги уж точно перевыполнят. Павел Питько, Кирилл Пасмурцев. Вместе из Беларуси. Продолжение следует...